Доброго дня, радости, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресный день, мы с вами снова продолжаем изучать Слово Божие, которое дает нам очень хорошие истины, которые мы применяем в нашей жизни. Зовут меня Михаил Иванович, я пастор Ивангельской Церкви из России, также большой привет всем Володе, Людмиле, Рафаэль, Сергей, Лена, Андрей, всех пусть вас Бог благословит, пусть также Господь поддержит всех братьев, сестер, кто нас любит, молится за нас, мы тоже вас вспоминаем в добрых наших молитвах и желаем вам Божьей благословения. Сегодня далее мы читаем Матфея, это 22 глава Евангелия, давайте посмотрим этот отрывок и те истины примем в нашу жизнь. А фарисеи, услышавшие, что привел Саду Киев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Ну, как видим, Слово Иисуса пытаются подвести к каким-то высказываниям, чтобы обвинить. И вот законник, то есть человек, который следит за Писанием, переписывает Писание, переписывает Писание в книжниках, но имеется в виду, чтобы сохранялось Писание, вот так скажем. И он не просто сохраняет Писание, а это Писание называется как закон, да, вот Пятикнижие Тора, оно как закон. И, соответственно, следит человек за исполнением этого закона, вот так, больше, так скажем. То есть не просто вот, что есть Писание, а чтобы оно выполнялось, да, израильским народом и правильно исполнялось. И, конечно же, вот эти дискуссии, какая заповедь больше из десяти, да, вот сегодня спроси знакомых, там, я не знаю, с кем вы общаетесь, назови заповеди. Ну, я думаю, что вам скажут такие основные, да, не убей, не прерубь действуй. Но здесь мы видим, что вот направление все-таки заповедей, оно направлено на два, да, важных момента, которые Иисус обращает. Это на отношение с Богом и на отношение с людьми, да. Ну, по сути своей, это те заповеди, которые Бог написал на скрижалях, да, это скрижали, да, такие каменные пластинки, на которых Бог лично, как огнем, да, выжив вот эти все заповеди для евреев, ну, и для всех людей, и только для евреев. И вот, соответственно, эти заповеди, они имелись на двух скрижалях. И вот здесь, как бы, показывается первая скрижаль, да, все отношения с Богом, и вторая скрижаль, это отношения с людьми. И везде, и там, и в другом случае, главная цель, это любовь, это взаимоотношение по любви. Вот это очень важно понимать. Причем вот эти ответы здесь не написано, но Евангелие от Марка вы можете прочитать в 12 главе. Марк более так бы подробно пишет, что этот законник, то он изначально подходил к Иисусу в плане искушения, да, ну, так, какого-то конфликта, то ответ настолько ему понравился, что он принял этот ответ, говорит, о, это очень хороший ответ, это все очень правильно, на что Господь ему тоже ответил, что он недалеко от Царства Небесного. И, соответственно, ну, это очень приятно, что человек перешел на сторону Христа, как бы вот в понимании закона, в понимании, что вот это действительно Господь сказал, и это все очень правильно и верно. Так вот, сегодня мы тоже встречаем людей, которые, как бы говоря, нужна жизнь по заповедям, по законам. Вот сегодня, там, последний день выборов, да, и некоторые христиане, как бы, вот, тоже растерянные, и меня иногда спрашивают, ну, как вот к этому, ко всему относиться, там, к выборам, все-таки мы выбираем законодательную власть, законников, да, которые будут следить за законами в нашей стране. Вы посмотрите внимательно, законы-то у нас вроде-то и так написаны неплохие, исполнение плохое, то есть не всегда у нас в стране готовы исполнять законы. Но даже сейчас написание этих законов, конечно, оно лежит в плоскости безбожия, да, то есть они не используют законы Божьи. А основная жизнь, вот, израильского народа, она все-таки складывалась на законе-то Божьем, не на законе, знаете, вот, взаимоотношения человеческих, там, да, какие выгодны сегодня, а именно на законе Божьем, на то, что Бог повелел делать. И вот основная, как бы, часть, это, конечно, любовь. О любви мы часто говорим и проповедуем, наверное, вы, если слушаете проповеди, редко увидите, слышите проповедника, который вам не скажет о Божьей любви. Тем более, что золотой стих Евангелие, это 3,16, типа, так Бог возлюбил мир, да, вот, то есть о любви, о любви Божьей. И это правильно, проповедники проповедуют о любви, и это абсолютно все очень верно. Но развитие этой любви, насколько в человеке оно правильно, насколько это все происходит. В 93-м году мы встречались с братом Дериком Принцем, и он нам, знаете, сказал такую фразу, которая, в общем-то, сейчас более и сильнее становится в нашей жизни. Он сказал, что в последние времена у вас будет восстанавливаться взаимоотношение, любовь к Отцу. Это очень сложно. Дело в том, что у нас, как бы, взаимоотношение с Иисусом, оно складывается по нашей вере, по нашему отношению, и часто люди, приходя в Евангельскую церковь, ну, из-за какой-то короткий период, ну, будем так говорить, своим разумом понимают это все. Ну, не так и сложно, да, там, голгоф, воскрешение, победа над смертью, да. И, как бы, вот, разум несложно воспринимает, когда сердце открыто, да, когда сердце любит Бога, и разум, как бы, согласившись с сердцем, все, как бы, воспринимает очень хорошо. Так вот, смотрите, но развитие отношений с Отцом, оно не так велико. Почему? Потому что оно именно должно быть с последним временем. Вот, смотрите, я прочитал вам, сказал слух, да, Иоанна 3,16, это о чем? О приходе Христа, о первом пришествии, да, а есть и второе пришествие Христа. Вот, смотрите, первое пришествие Христа, любовь Бога Отца, Он посылает сына, да. И когда Он посылает сына, когда Он посылает? В возрасте, что ли? Нет, Он рождается младенцем. И вот это рождение, вот приход Бога на землю, то есть Ему еще расти, Ему еще крепнуть, Ему еще доходить до того возраста, которое уже будет потом проповедовать, да. Но изначально появление Бога на земле, оно ведь чем было обусловлено? Оно обусловлено, во-первых, это Божий план, и небесные жители, ангелы, они это согласны, они были, они пели, да, там, пастухи видели, огромное количество ангелов приходят на землю. Почему? Потому что началось Царство Небесное на земле, понимаете? Вот Царство Небесное. Иисус говорит этому законнику, Он говорит, недалеко ты от Царства Небесного, понимаете? То есть это Царство, которое принес, это распространение вот этого Царства через людей. И этот человек тоже входит в это Царство, понимаете? Он подошел с искушениями, да, дескать, найти какие-то противоречия в словах Иисуса. А сам входит в его Царство, то есть он принимает это Царство, да? Вот. И вот, соответственно, смотрите, вот это первое пришествие Христа, но готовы ли были народ к этому пришествию? Готовы ли? Волхвы приходят, они говорят, а где родился младенец? И говорят, как это, где? Ага, какой младенец? Ну, как кто тут? Книжники, книжники, фарисей, ну-ка, все сюда. Кто там, кто там, что там, где написано? Понимаете? То есть книги есть, все есть. Ну, понимания этих книг и Божьих планов у людей отсутствует. То есть у них вроде бы есть любовь к Богу, вроде бы есть поклонение, храм, жертвенник, все нормально. Но развития, понимания воли Бога у них нет. У них нет понимания, как воля Божья развивается. Так вот, и любовь к Отцу, это и есть понимание его воли. Развитие его воли вот в эти сейчас, последние времена. Насколько мы в этих последних временах присутствуем именно по воле Бога. Не сами и по себе, а находимся вот в этом плане, который Бог определил для тебя и для меня. Судьба. Не все с этим согласны. Не все люди согласны. У каждого человека есть свои какие-то понимания, свои какие-то объяснения многих моментов. Но те события, которые происходят сейчас с нами, мы рассматриваем как события последнего времени. Мы принимаем эти события как события последнего времени. Вот смотрите, даже эта неделя, она так изменила многое, даже на этой неделе. Понимаете, очень много изменений. Первое изменение, смотрите. В Австралии у нас там, кстати, много есть хороших, добрых братьев, которых я знаю. Сестер, за которых я молюсь и которые за меня молятся. С Австралией у нас очень хорошие такие тесные отношения с братьями и сестрами. Но смотрите, там этот континент, этот целый континент, он был вне войны, так сказать. Он не участвовал никогда, то есть он не был ни на стороне НАТО, ни в других каких-то военных союзах. И вот именно на этой неделе мы с вами сегодня слышим о том, что Австралия переходит как государство на сторону Америки, требует 9 подводных лодок с ядерным оружием. И тем самым навлекает на себя ответную, так сказать, направление ядерных сил Китая и России. То есть Китай и Россия сегодня должны перенаправлять какие-то части стратегических ракет, зная, что оттуда могут прилететь к ним ракеты. То есть, значит, и готовить защиту какую-то, да, перехват, и, конечно, направить туда в ответ, да. Вы понимаете, вот буквально на этой неделе все изменилось, все изменилось. Целый континент, который столько времени был всегда с миром, да, не с войной, он переходит на сторону войны, да. Вот о чем мы сегодня смотрим. И эти события, они очень нам важны. Почему? Потому что, ну, обычный человек мне такое послушает, скажет, ну, события, события. Но для нас это все является событием библейского, последнего времени. Это очень важно и очень серьезно. И второе событие, которое, может быть, вы, если были внимательны в интернете, ученые объявили о убыстрении вращения Земли. И это обусловлено сегодня продолжением увеличения скорости времени. Понимаете? Время стало быстрее. То есть, это уже научно доказано. И это опять нам говорит о Слове Божьем, которое в последние времена показывает, что именно, да, в последнее время время убыстряется, времена эти становятся быстрее, да, короче время. Вот, это тоже показатель. Вот, мирские люди это не понимают. Но те, которые читают Библию, те, которые знают Библию, они как бы вот в этом во всем. Поэтому, если ты хочешь вот этой проявления любви к Отцу, ты должен как и в первом случае с приходом Христа, так и во втором случае понимать, что приход Христа идет от Отца. Он говорит, Господь, никто не знает даты, кроме Отца. То есть, вот это действие снова от Отца. И когда ты проявляешь вот эту любовь, они когда-то скажут, а могу ли я что, еврей, что ли, проявлять любовь? Ха-ха, но молитва отчина, что у кого? Но только у евреев, что ли, осталось? Да, она им была дана. Ну, почему сегодня ты читаешь эту молитву? Значит, тоже принадлежишь избранному. Вообще, нужно очень четко понимать, кому ты сегодня принадлежишь. Что ты избранный народ. Это вообще критерий был только для евреев. Сегодня это принадлежит тебе. Сегодня ты являешься тоже избранным Божьим народом. Надо понимать этот статус, эту позицию. Это нельзя уменьшить сегодня. Это, наоборот, надо очень серьезно понимать. И в действие сегодня это все вкладывать. В развитие любви. И здесь два направления, как мы увидели. Развитие любви к Богу и развитие любви к людям. Это заповеди. Это главное действие, которое человек должен производить сегодня. И это очень важно. Понять, насколько мы можем быть в любви. У нас она всегда есть. Вот некоторые говорят, ой, любви в ком-то нет. Неправда. Во всех есть любовь. Во всех. Человек любит себя. Он любит родных. Он любит кошечек. Он любит, да все что угодно. Цветочки любит там, я не знаю. Колбаску любит там. Еще что-то он любит. И везде это любовь. Понимаете там. Он как бы вот относится к чему-то хорошо, да. К родным, хорошо относится к детям. Там. К себе в первую очередь. То есть, простите. Состояние вот этой любви, оно в людях присутствует. Просто проявление любви должно быть выделено для Бога и для людей. И каким это образом происходит, давайте мы к этому придем очень серьезно в понимании. Тогда мы молитвой подкрепляем эти все действия и правильно осуществляем. Итак, смотрите. Если сегодня у тебя депрессия, слабость, болезнь, страх, да. Слово Божие говорит, есть любовь. Есть любовь. Любовь убирает страх. Любовь к Богу помогает преодолеть все эти депрессии и так далее. Да, слабости. Так вот, смотрите. Но как эту любовь, как вот это запустить, этот механизм, понимаете. Вот как это все работает. А работает очень просто. Смотрите. Вы в своей молитве говорите. Господь Иисус, я люблю тебя. Ты мой Бог. Понимаете. То есть, про разглашение и понимание себя избранным народом. И про разглашение действия Божьей любви. То есть, ты проявляешь любовь к Богу. Ну, соответственно, это любовь изначально от Бога. Понимаете. То, что вы сказали, что вы любите Господа, началось с Иисуса. Он первым тебя позвал. Ты не можешь сегодня это сказать, если бы Он тебя не позвал. Понимаете. То есть, Божья любовь первая проявилась. А, теперь понимаете, о чем я говорю. То есть, Божья любовь первая проявилась. Ты отвечаешь на эту любовь. Тоже, как здесь мы написали, наибольшее заповедь, наибольшее. Возлюби Бога. Да. И вот ты это и говоришь. Я люблю тебя, Иисус. Ты мой Бог. То есть, ты заявляешь о своей принадлежности к Нему, к Его народу. Что ты Его народ. И, конечно же, Бог это обязательно слышит. И что происходит дальше? Он тебя обязательно, выслушав, поддержит. Если у тебя проблемы, трудности и так далее. Вот пал человек, вот верующий, проблемы у него сложные. Он сидит и знает, что делать, как молиться. Нам пастора можно найти. Тоник, знаете, всегда, я вот сегодня тоже в церкви сказал. Я говорю, братья и сестры, ну поймите, что я вот пастор, но я проповедую. У меня есть Слово Божие для вас. Но у меня и в характере есть не все в порядке. Понимаете. Ну не все в порядке в моем характере. И кто-то скажет, фу, да, допустим, плохой. Нет. Я не хочу, чтобы это побеждало. Понимаете. Вот есть у меня плохие черты характера. Я не хочу, чтобы они побеждали. Я хочу, чтобы побеждало больше Божьего мне, духовное. Это мои решения, это мои желания. Я прав? Я думаю, что и вы в этом тоже в своей жизни должны, как бы, ну ориентироваться в этих направлениях. Так вот, смотрите, вот болею, вот согрешил, там, ничего не хочу, не читать, не молиться, ничего не хочу. Ты начинай провозглашать, то есть вот это действие, оно не такое большое, что так долго это сказать? Это что, какие-то особые затраты какие-то, временные там или еще что-то. Господь Иисус, я тебя люблю, ты мой Бог. Понимаете. Вот этого будет достаточно, чтобы твои проблемы начались решаться с Божьей помощью. Исцеление начинает приходить, начинает приходить духовная поддержка, начинает приходить к тебе сила Божья. Это все от любви Бога к тебе, потому что она изначально. И когда ты проявляешь эту любовь тоже к Нему, соответственно, небо открытое и небо тебя поддержит. Любовь приходит к Божьей с небес. На земле она не приходит, она приходит с неба. Вот эти моменты надо уяснить. По отношению к людям заповеди, да, не убей, не привык действуй, не укради, не засвидетельствуй, не завидуй, да. То есть эти заповеди, посмотри, почитает Саймать. То есть эти заповеди, они отображены тоже в одним словом, любовь к людям. Понимаете, любовь к людям. И, соответственно, ты можешь сегодня эту любовь проявлять. Но как ее проявить, если ее мало, да? Ее хватает на твоих родных только. Вот опять снова проявление любви к Богу, обращение к Нему, оно дает возможность и далее тебе им вспомнить людей, и подумать о людях хорошо, и помолиться о людях хорошо. Понимаете? И тогда и любовь Божья начинает с неба приходить в твою жизнь для Него, для людей. Понимаете? Все связано с небом. Однажды эта любовь пришла к вам, и она теперь в вашем сердце. Она желает расти, она желает быть больше. Поэтому посмотрите на свое духовное состояние. Не ищите, как бы, ответ в хорошем пасторе или в хорошем служении. Начните с отношений с Богом. Как я уже сказал, мы еще отношения с Отцом должны более осуществлять. Любовь к Отцу. Не только к Иисусу, но любовь к Отцу. Но это уже выполнение Его воли. Понимаете? Это уже нечто большее. Надо уже признавать, что судьба от Бога. Вот. Это нечто большее. Поэтому об этом мы будем еще говорить с вами. Сегодня мы взяли вот эту тему. Прошли это место Писания, прочитав. Так что надеюсь, что оно закрепилось в вашем и моем сердце. И я надеюсь на новые встречи. Да хранит нас Господь.